Роман Савин. СДВГ-лайф или записки из Непоседского дома. Часть пятая. Мысли вдогонку. Зачем нужна такая школа? Слава богу, что меня никогда не посылали в школу. Она бы соскребла часть моей оригинальности. Беатрис Поттер. Я никогда не позволял школе стоять на пути моего образования. Марк Твен. И сотворили школу так, как повелел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам искать знания, ему их дают в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Адольф Ферьер. Цыпленок и арбуз. Обычная средняя школа – это поточная система, основная задача которой – утрамбовать в молодые мозги тонны информации, которая формирует не образование, а его иллюзию. Именно поэтому наставление мастера «забудь обо всем, чему тебя учили» – это не байка, а реальность жизни. На выходе средняя школа производит полчища 18-летних инфантильных цыплят, которые сразу после выпускного могут устроиться только на две работы – в бордель или же на погрузку-разгрузку на овощебазу. В бордель или на овощебазу можно устроиться, не ходя в школу ни дня. Тогда чему в школе учат целых 11 лет, и зачем нам такая школа? 10 лет от звонка до звонка. Школа тяготила и напрягала меня. Моя непоседская сущность была совершенно несовместима с этой странной средой, где дисциплина, зубрежка и тесты были важнее человеческого достоинства, творчества и оригинальности. В нашей школе было несколько удивительных учителей. Тогда, в советское время, они не знали ОСДВГ, дислексии и других когнитивных и поведенческих нарушениях, но их талант педагога и любовь к нам делали чудеса. К сожалению, они так же, как и мы, были заложниками системы. Вот что меня в этой системе не устраивало. Во-первых, я должен был сидеть прикованным к парте от звонка и до звонка. Что характерно, даже в тюремной камере можно встать снар, походить, размяться. Любая попытка встать из-за парты, походить, размяться во время урока, пресекалась на месте. Дисциплина превыше всего. Кто вообще придумал, что дети должны быть прикованы к парте по несколько часов в день? Это же реально физическая пытка. Особо тяжело приходится ученикам начальных классов. Они должны резвиться на свежем воздухе, визжать, скакать, дышать полной грудью, а вместо этого их загоняют в душные классы, усаживают в ряды, как скот в стойло, и возводят написание курсивом в высшую ценность. То есть, миллионы детей подвергаются пытке каждый день, а мы думаем, «Ничего, ведь я тоже через это прошел, пройдут и другие», то есть превращаемся в соучастников издевательств над беззащитными, доверяющими нам существами. Если учитель ударит ребенка, то папаша тут же прибежит разбираться с супостатом. Когда же учитель пытает ребенка годами, не позволяя ему двигаться, то никто и бровью не поведет. Так и живем. Во-вторых, предметы преподавались занудно и с упором на теорию. Школа должна открыть ребенку жажду познания, зажечь искру интереса к учебе, дать толчок к самостоятельной работе. У нас же даже нужные полезные предметы, например, английский язык, преподавались кургуза, занудно, непрактично. Не было наглядности, интерактивности, вовлеченности учеников в процесс обучения. Многие учителя апеллировали к страху и чувству вины, вместо того, чтобы мотивировать и вдохновлять нас. В-третьих, делался упор не на творческий потенциал или логику, а на запоминание, исследование инструкциям. Академический успех в школе достигался повторением того, что сказал учитель, автор учебника, а не созданием чего-то нового или какими-то оригинальными выводами из пройденного. Для большинства из нас обучение в школе было погоней за оценкой, а не за знаниями. Система выставления оценок порочна по своей сути, ибо она смещает фокус с жажды познания на жажду позитивного мнения учителя, которое и выражается в оценке. Очень много прогрессивных школ за рубежом уже отказались от этой практики, и ничего, выпускают очень даже умненьких детишек. В-четвертых, для всех учеников была одна и та же программа. У каждого ребенка, пока по нему не прошлись катком средней школы, есть свои уникальные и ждущие раскрытия таланты. Школа же является инструментом, чтобы нас усмирить и уравнять. Усмирение производится путем дисциплины сидения за партой, а уравнивание путем навязывания одинаковых и в своей массе бесполезных знаний. В итоге, вместо развития уникальных способностей, происходит причесывание всех под одну гребенку. Разгильдяете по меня, своим медленным прогрессом и мерзким поведением тормозят по-настоящему перспективных ребят. Человек идет по жизни, не осознавая свой потенциал, из-за чего проигрывает и он, и общество. В-пятых, проблема психологического и физического насилия между учениками была пущена на самотек. В Рунете можно найти полно видеоклипов с мобильников российской школоты, на которых Булли, Булли – агрессивный школьник, издеваются над своими одноклассниками послабее. Булли девочки измываются над ближним даже с большей заширенностью и жестокостью, чем парни. Удары ногой по лицу на каждом втором видео. Физическое насилие, психологический прессинг, унижение человеческого достоинства – это обычная вещь в советской и российской школе. Интересно, почему в школах не бьют в колокола и не объявляют политику нулевой терпимости к Булли? Я думаю, логика здесь следующая. Школа – это отражение общества, а в нашей психологии укоренилось, что издевательство над личностью, дома, на улице, в школе, в армии, на зоне – это своего рода инструмент для воспитания этой самой личности. Но нельзя позволить человеку жить в радости. Нужно преподать ему науку, пропустить его через огонь, воду и медные трубы, довести его до суицида. Выдержал – мужик. Не выдержал – слабак. Москва слезам не верит. Именно поэтому жалоба учителю о насилии воспринимается как стукачество. Покрывать подонка, рушащего своими издевательствами личность другого, считается благородным делом. Получил – значит слабак, терпи. Самое страшное, что люди считают такую ущербную философию нормой жизни. Норма жизни переходит в норму в школе. Все логично. В-шестых, учитель мог безнаказанно унизить человеческое достоинство ученика. Я и мои одноклассники выслушали немало нелицеприятных слов о себе, сказанных публично, а также пророчеств о нашем печальном будущем. Что характерно, чем мрачнее были пророчества, тем больше достигли те, кому эти пророчества были адресованы. А как некоторые учители орали? Это же какая буря эмоций и не на холсте. С таким голосом, страстью и блеском в глазах нужно объезжать диких мустангов, а не воспитывать будущих платонов и быстрых разумом нефтонов. Ради интереса я загуглил имя нашей сумасшедшей физички. Что бы вы думали? Я нашел пост от 2007 года, где говорилось, что жива-здорова и, как и раньше, оскорбляет и бьет учеников. В Штатах она сначала бы отсидела за рукоприкладство, а затем была бы навечно отлучена от преподавания. Но, как известно, у России свой путь. Нам все норм. В-восьмых, согласно школьной программе, на нас сливались дикие объемы информации. Некие предметы были по-настоящему сложны для понимания, и было неясно, зачем большинству из нас эти знания нужны. Ради интереса составьте список вещей, которыми вы пользуетесь каждый день. Вот мой список. Первое. Профессиональные знания. Второе. Общение. Третье. Навыки пользования компьютером. Четвертое. Логика, риторика и критическое мышление. Пятое. Память, запоминание. Шестое. Вождение автомобиля и элементарный уход за ним. Седьмое. Забота о физическом и психическом здоровье. Восьмое. Семья. Отношения с супругой, воспитание детей и забота о них. По большому счету, школа, я закончил школу с углубленным изучением математики, дала мне лишь две практические вещи — правописание и математику. Все остальное, что мне нужно для жизни, включая профессиональные знания, я выучил сам. Курсы, книги, общение, практика. Я не понимаю, на что я потратил 10 лет своей жизни. Ведь за этот срок можно получить несколько специальностей и научиться стольким жизненным навыкам. Мое глубокое убеждение — главные вещи, которые определяют нашу жизнь, должны преподаваться в школе. Возьмем, например, воспитание детей. У нас есть дикое количество семей с проблемами. Алкоголизм, наркомания, психические расстройства. Просто несчастливые люди. И когда дети из таких семей вырастут, то они будут воспитывать своих детей так же, как воспитывали их. И не по злому умыслу, а просто из-за того, что они не знают, как можно по-другому. Так почему бы не научить школьников воспитанию детей и заботе о них, чтобы хотя бы дать шанс их будущим детям быть счастливее? Самое печальное — человек никогда не научится множеству полезных вещей, если не научить его этому в школе. Кого-нибудь в школе научили делать искусственное дыхание или прием Геймлиха? Может быть, кого-то научили формальной логике и диаграммам Венна? Или психологией семейных отношений? Или вождению автомобиля? Или приемом запоминания? Или искусству риторики? Зато, например, биология преподается с 5 по 11 класс. Разбудите меня среди ночи, я вам тут же скажу разницу между энимофилией и гидрофилией. Это виды опыления. Скажите мне, каким образом знания о пестиках, тычинках и рыбных пузырях важнее практических навыков о том, как обработать рану или спасти подавившегося ребенка? И интересно, какая практическая польза от прыгания через козла? Вы видели, чтобы люди записывались в спортивные клубы, чтобы прыгать через козла? Конечно же, нет. Люди платят деньги за практические и полезные вещи, например, занятия на тренажерах, аэробику или боевые искусства. Я ходил на тихоокеанские регаты, спускался в калифорнийские пещеры, висел в вертолете над Гранд-каньоном, пил ром с головорезами из Чиапаса, работал в поле под палящим солнцем у Ахаки, видел величайшие холсты в лучших музеях мира, но нигде и никогда я не встречал козла, через которого нужно было бы перепрыгнуть. Школьные годы чудесны не из-за школьной системы или предметов, а из-за бурлящей энергии юности. А школьная уравнительная система и непрактичные предметы скорее душат юность, нежели помогают ей. К счастью, есть исключения. Школы, в которых детей любят больше, чем дисциплину, а развитие логики и творческой искры ставят выше, чем результаты тестов. И со временем таких школ будет все больше и больше.